МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но есть и те, кто все еще сопротивляется прогрессу, боясь подвергнуть опасности свое здоровье. О вреде и пользе гаджетов и о том, что приобретает человек вместе с мобильным телефоном, мы поговорим с нашим экспертом. Эта программа «Есть и вопрос» у нас в студии директор компании «Оптогаджет» Денис Иванов. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Вот даже в нашей студии вы со своим айпадом. Айфоном. Айфоном, да. Вот видите, я уже пытаюсь разобраться. Скажите, вот сколько по времени вы вообще можете обойтись вот без своего друга мобильного телефона? Ну, в принципе, если в жизни, то можно, в принципе, без него обойтись. Но на самом деле, конечно, это современное средство коммуникации, и без него уже трудно. Даже, вы знаете, уже привычка простая. Просыпаешься, где? В первую очередь телефон. Телефон, подложишься, телефон на зарядку. Вот, в принципе, всегда. А вот как вы считаете, с чем связаны такие опасения за свое здоровье вот у многих пользователей, у такого взрослого населения? Нет, они имеют под собой, конечно, почву. Здесь нужно понимать, что здесь два аспекта. Первый аспект именно физический, то, что, да, конечно же, они вред наносят. Особенно нужно понимать, и телезрителям нужно обязательно помнить, что все-таки, когда вы набираете телефон, и еще вызов не пошел, но телефон пытается связаться, то есть в этот момент самое большое идет излучение. То есть когда еще гудок не пошел, он начинает искать сеть, соответственно, когда особенно сигнал хуже, он максимально уже пытается мощно поймать сигнал, и, соответственно, держать сразу же возле головы не стоит аппарат. Вот вы уже видите, что гудок, слышите, что гудок пошел, то, соответственно, уже можно куху прикладывать, но лучше все равно использовать блютуз-гарнитуры, вот, или hands-free, соответственно, в машине, когда едете, разговариваете. Ну, в любом случае это и как нужно. Вот скажите, какие марки сегодня самые популярные, и вот что выбирают потребители, безопасность или все-таки функциональность? На рынок вышли китайские производители, непосредственно фирмы. Изначально, можно сказать, сейчас у нас два гиганта, пока это так сохраняется уже на протяжении нескольких лет, это Apple и Samsung. Но, 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 но хочу сказать, что, допустим, компания Xiaomi, она не так давно зашла официально на рынок России, хотя уже на рынке, в принципе, присутствует длительное время. Это один из самых успешных стартапов, вот, и она имеет такие гаджеты, такие смартфоны, которые, в принципе, составят конкуренцию любому другому смартфону, который находится на системе Android. Вот мы берем вот эти три компании, три марки. Вот скажите, кто, какая компания, все-таки, самая такая безопасная в плане безопасности здоровья? Вы знаете, в принципе, они все проходят сертификацию, и надзорные органы, они не допустят, чтобы на территории Российской Федерации, в принципе, какие-то были допущены к применению смартфоны, которые будут существенно вредить здоровью. То есть здесь нельзя выделить или Samsung безопаснее, или компания Apple, или Xiaomi. Они все работают в одной частоте, все по стандартам. Хочу сразу сказать, что отличия есть в функционале, то есть в качестве аппарата, в качестве предоставляемых ими возможностей и услуг. Ну, вот мы тогда говорим о защите информации. Ну, смотрите, сейчас, в принципе, все модели, которые и все вот эти компании, о которых мы говорим, они все имеют непосредственно возможность восстановления пароля, а разблокировка и блокировка с помощью отпечатка. То есть это довольно-таки существенно безопасно. Что сейчас вот для разной категории возрастной, что важнее? Вот какие ваши потребители, что они выбирают? Если раньше потребители сотовых телефонов, именно смартфонов, как первые начали появляться, он варьируется в возрасте от 20 до 35 лет, от 18 до 35 лет, то сейчас кругозор очень сильно расширяется. Вы посмотрите, я довольно-таки часто наблюдаю, как довольно-таки не старые, а реально пожилые люди пользуются смартфонами. Они звонят по Вайберу, они звонят по Скайпу, они используют... Они начинают осваивать более прогрессивные технологии. Также мы можем говорить про детей. Ведь информационная технология не только на более возрастную группу населения оказывает влияние, но и на детей. То есть 3-4 года сейчас ребенок пользуется айпадом. Очень довольно-таки... Ну вот это, кстати, в минус уходит, потому что многие родители на это жалуются, и медики тоже бьют тревогу, потому что это психологическая зависимость от телефона, от любого гаджета. Это тоже, в общем-то, ни к чему хорошему не приводит. Вы совершенно правы. Но здесь нужно понимать одну такую вот золотую вещь, что все хорошо в меру. Ведь если вы будете кушать долгое время одно и то же, наверное, что-то с организмом произойдет не так. Так и здесь. Если вы даете ребенку чрезмерно большую возможность и долгое время проводить именно с планшетом, с телефоном, конечно же, будет осложнение на зрение однозначно. Будет зависимость. И, соответственно, психология ребенка, он будет более замкнут для реального мира и более открыт для мира цифрового. Это тоже не есть хорошо. Денис, вот мы возвращаемся все-таки к нашим гаджетам. Скажите, вот ваш выбор пал на айфон. Ну, это достаточно такой недешевый аппарат, так, да, скажем. Почему вы выбрали именно это? Хочу сразу сказать, я не буду непосредственно говорить, что только айфон. Нет. Любой современный гаджет, более-менее продвинутый, и, соответственно, по железу, который уже имеет определенный процессор, память, он позволяет обслуживать очень емкие приложения. Ну, по сути, это уже такой компьютер, да? Это компьютер, который вы просто носите с собой. Да, конечно. Это и есть компьютер, который позволяет просто оперативно его с собой везде носить и использовать. Вот знаете, мне что интересно? Вот это, я еще раз повторяю, это очень дорогой гаджет, то есть там и до 60, и до 70 тысяч доходит, да? Но почему вот такая сумма, например, в определенных магазинах, вот такая цена, да, стоимость? А в соседнем, допустим, каком-то магазине такой же, вот прямо точно такой же, стоит там, не знаю, на 15, на 20 тысяч дешевле, например. С чем это связано? Здесь можно отметить как плюсы, так и минусы. Ну, плюс, то, что у нас еще, слава богу, присутствует здоровая конкуренция, и, соответственно, какие-то компании делают наценку больше, какие-то компании делают наценку меньше, соответственно, занимают свою нишу на рынке. Ну, есть, кстати, и очень даже немало таких магазинов, к сожалению, которые просто продают восстановленные телефоны под видом новых. А как их вот обнаружить, определить? Вот я буквально вкратце расскажу, как они вообще появляются. То есть многие магазины просто покупают их уже у профессиональных игроков, которые собирают эти телефоны бушные, их просто меняют там сверху, плата остается, сверху экран, корпус, новый. Все это, конечно, низкого качества, это не оригинальные запчасти. И запаковывают упаковку, опять же, не оригинальную, просто похожую, и на рынок уже выводят вот эти так называемые восстановленные телефоны. Гарантии от компании никакой. Соответственно, гарантии дает или магазин, как правило, он дает 14 дней или месяц, ну, или за дополнительную плату год. Как распознать это? Да, вот это самое главное. Все очень просто. Если касается айфонов, если вас не насторожила дешевая цена, и вы все-таки уверены, что этот телефон нормальный, хорошо, распаковывайте его, вы видите e-mail, вы активируете его, и если вы понимаете, что он уже, или у вас есть сомнения, что он уже был в употреблении, или просто вам нужно проверить, вы заходите на сайт производителя смартфонов, вводите e-mail номер, это индивидуальный номер смартфона, он у всех разный. Это у телефона, да, непосредственно. И там будет показана дата активации. Если она была год назад, или не то, что два, там, два, три, четыре дня, или там, десять дней, или два месяца назад, то вам продают реально бэушный аппарат, просто восстановленный. То есть это можно проверить? Да, конечно, и вы можете позвонить в службу поддержки, и это будет даже более правильно, когда вы, допустим, при покупке Samsung и Xiaomi, вам трудно будет найти в интернете и проверить дату активации. Ее, в принципе, это можно сделать, но реально трудно. Там нужно определенные сайты знать, если у Apple это легко, вот у этих марок довольно-таки трудно. Вы можете позвонить непосредственно в службу поддержки, сказать, вот я купил или купила такой телефон, такой-то серединный номер, скажите, пожалуйста, он был раньше, употребляли или нет, мне новый продали, и вам ответят. А вот к вам с такими просьбами обращаются, чтобы вы помогли реально покупателям? Знаете, довольно-таки редко, к сожалению. Просто не знают, да? Да, ну, это одно, что они не знают, а с другой стороны присутствует же эйфория покупки. Она в момент покупки, человек, когда долго ждет, он забывает обо всем. Вот ему продавец все прекрасно расскажет, все. Человек вроде доволен. А потом начинаются проблемы с аппаратом, уже по истечении там нескольких дней или недель. Вот тогда человек уже включает логику и начинает, соответственно, думать, а что я тогда, почему я это не проверил, почему это. Денис, еще очень важно вот то, что находится в самом телефоне, потому что вот когда ты покупаешь телефон, там вот куча всевозможных приложений, которыми тоже мало кто пользуется, и хотелось бы вообще от них избавиться. Ну, смотрите, те приложения, которые вам не нужны, вы их, конечно, можете удалить. Есть просто системные приложения, которые вы не сможете удалить. Ну, их и не нужно вам удалять. Но зато есть масса приложений, которые вам принесут пользу. Так. Ведь мы все знаем, что у нас пользуются домохозяйки смартфонами, пользуются, опять же, дети, взрослые, бабушки, дедушки. Очень много приложений, которые, допустим, современному человеку облегчают жизнь. К примеру, вот вам что-то нужно откопировать и отправить. Есть приложение, к примеру, называется ProScanner, и много аналогичных. Когда просто достаточно вы берете смартфон, у вас здесь лежит то, что вам нужно сканировать, вы ничего даже не нажимаете, вы подносите, он сам или в PDF формат, или в другой формат отсканировал, убираете, вы даже ничего не нажимаете, он это делает автоматически. То есть это только приложение нужно закачать и все? Да, это только приложение. И на самом деле масса таких приложений, которые просто нам облегчают жизнь. Вы также можете готовить, не только в интернете посмотреть, вы можете целую книгу по идее закачать, отредактировать. С любимыми блюдами. Да, конечно, конечно. То есть, опять же, фитнес-тренеры, программы, программы, вы забиваете свои данные, программа вам выдает перечень упражнений и распорядок тренировок в ближайшее время. Да, я надеюсь, что мы все-таки еще раз встретимся, и вы нам более подробно расскажете о том, какие вообще бывают гаджеты, да, кроме мобильных телефонов, и чем они замечательны. Спасибо вам за эту беседу. Я напоминаю о вреде и пользе гаджетов. Мы говорили с директором компании OptoGadget, Денисом Ивановым. Ивановым.